Здравствуйте! Хотите уменьшить количество серняка на вашем поле? Тогда это видео для вас. С вами Евгений Медведев, у нас все по чесноку и для чеснока. Клиент мне заказал управляемый культиватор с подруливанием и на него заказал штригельную борону. Эти видео по управляемому культиватору я уже делал, ссылка будет в описании. Можно будет спокойненько посмотреть, как, что там и как. И про также штригельную борону, которая устанавливается на просто культиватор, который неуправляемый, тоже есть видео в описании. Вы также можете перейти и посмотреть. А сейчас расскажу, каким образом можно совместить штригельную борону с управляемым культиватором. Данные штригельные борона используются непосредственно в самом начале весеннеполевых работ. После того, как сошел снег, земелька чуть подсохла и уже можно выходить в поле, начинать боронить. И также делать рыхление почвы сантиметров на 7-8, чтобы дать корням воздух. На данной стадии, на первой операции, подруливание не требуется. И поэтому оператор не будет присутствовать. Его проще снять. Либо можно седуху снять, чтобы она не мешалась, не пылилась, пока будут все эти пыльные работы происходить. А потом, когда уже штригельная борона свою отработает, уже можно штригельную борону непосредственно снять. И поставить сиденье, управление, ножки опорные, чтобы оператору было удобно сидеть. Поставить полиэтановые роторы со стойками. И начать выполнять прополку чеснока уже непосредственно в самом рядке, в самой строчке, чтобы уменьшить количество сорняка на вашем поле. Данный агрегат, комплекс агрегатов с штригельной бороной, управляемым культиватором, он получается универсальный. Здесь вот непосредственно крепится штригельная борона с помощью двух таких труб. И они крепятся стремянками. Стремянки прикрепили, при этом управление культиватором уже отсутствует. То есть не получится, чтобы и подруливать, и штригельную борону поставить, потому что они соединяют две трубы и не дают ей движения. На штригельной бороне оно и в принципе не нужно. Так как стрелка, скорее всего, будет у вас одна стоять, потому что если две стрелы S-образной стойки поставить друг с другом, земля может, чеснок еще очень небольшой, и она может из-за этого стрелке подсыпать земляный чеснок, и, соответственно, труднее ему будет расти, а можно же вообще засыпать, и он может погибнуть. Поэтому лучше, по идее, оставить только одну центральную стойку S-образную, и на ней сделать более глубокое рыхление, дать корням воздух, чтобы чеснок лучше рос. Кстати, данный культиватор можно использовать не только на чесноке. Его можно использовать на таких культурах, как в этом году у меня брали, как на капусту, кабачки выращивают, даже на помидоры клиенту мне покупал, сажают помидоры по малогородской технологии, когда грядки посадили не очень ровно, чтобы можно было точно позиционировать рабочие органы относительно строчек, уже ставить управляемый культиватор и делать минимальную подрезку культур. Поэтому данная машина, как говорится, универсальная, можно и штригельную бороду подцепить, если такое будет требоваться, либо заниматься и обрабатывать культурой не только чеснок, но и многие другие культуры, которые растут непосредственно в строчке. Подсоединение непосредственно к трактору идет через трехточечную навеску, верхний винт и две лодыжки подсоединяются. Чтобы управление работало на тракторе, нужно подсоединить непосредственно шланги гидравлистики к тракторной системе. Здесь своего гидромотора нету, проще использовать от трактора системы. Ручку уже постоянно включаем на подачу масла на задние рукава, и уже человек сидит и уже подруливает в нужную сторону колеса, задние секции КМО, чтобы меньше всего было подреза. Данный культиватор является универсальным. Можно ставить с междурядием, начиная от 30 см и заканчивая 70 см, у меня клиенты покупают. Для капусты мне нужно 70 см, междуряди, чтобы было. Да, кстати, еще такой интересный момент, тоже для лечебных трав используют, потому что для лечебных трав там уже не получается использовать гербицидов, потому что трава, ну, как бы она тоже является сорняком в некоторых моментах, и гербициды не всегда там получается использовать в таких культурах. Колесные базы можно уже перемещать и уже делать, и шире делать, все в зависимости от того, какой у вас междуряди. Также и секции полирограмма. Пошире, поуже, больше, меньше. Даже делать в полевых условиях. Лимитарно ключи там на 19 нужен, на 22, то есть полевых условиях, если что-то там не подходит, аккуратненько подкрутили, молоточком подбили и отрегулировали так, как вам нужно, чтобы культуру вашу не подрезала, и работать в дальнейшем. Когда работает штригельная барана, в идеале вот эту центральную две боковые стойки из-за разных снимать, потому что расстояние между ними получается очень маленькое, и чтобы вы могли спокойно ездить и ехать, и назад не оглядываясь, чтобы вдруг вам там чего-нибудь подрежет, проще их лучше снять, два болтика откручиваете справа и слева, их аккуратненько снимаете, и работает только одна задняя стойка. И вы уже можете культивировать на более глубокую глубину, не боясь, потому что, допустим, грядка у вас будет у 10, у 10, у вас по 15-18 см с каждой стороны остается, чтобы культурные растения не зацепить, поэтому это будет оптимальное решение в данном режиме. Когда уже непосредственно штригельную барану отцепите, то уже можно будет поставить S-образные стойки, выбрать то расстояние, которое вы планировали, защитную зону 6-7 см, и уже зафиксировать данные стойки S-образные. Штригельная барана крепится незамысловатым образом к помощи цепей. Длина цепи уже выбирается на поле, как вы попробовали, хватает вам длины, не хватает длины, либо когда сами пружины чуть ниже слегка пустить, то возможно, что слишком цепь будет коротенькая. Буквально болтик откручиваете, цепь сделаете на 1-2 звена длиннее, и барана начинает работать в нужном, правильном режиме. Также у штригельной бараны есть регулировка по углу атаки. Эта регулировка идет... Вот непосредственно у нас есть рычаг, здесь у нас крепежный болт есть натяжной, отпуская которой мы можем перемещать ее либо более крутой угол делать, либо менее крутой. Это уже смотрится по полю, какое состояние сорняка, какая твердость почвы, как лучше это будет в полевых условиях работать. Потому что здесь универсального режима нету, и сложно его сделать. Поэтому для этих целей есть такие регулировочные болты, которые поставил, попробовал. Как говорится, опыт приходит через личный опыт, когда ты попробуешь, посмотришь, ага, в моих условиях, при той спелости почвы, насколько она влажная, влаги сколько там присутствует, какой сорняк, как он лучше всего выдирается, так и использовать этот рычаг либо более круче. Может, условно, если туда заделан до конца, то он может вот так вот пружина более щадящий работать, либо, когда она прямо в землю впивается, более глубоко может залезть в почву. То есть тут уже принимается решение по факту. Непосредственно подрулька идет с помощью вот таких двух перемычек. Данные перемычки достаточно толстые. Здесь 25 миллиметров самого металла идет, толщины, которая не согнется при переезде с одного места на другое. Поэтому вот это уже проверено неоднократно. Люди покупали, использовали. Но вы даже сейчас рулетку померите, сами увидитесь. Здесь труба уже непосредственно 100 на 100 идет. Для четырех летков более чем достаточно данной мощности трубы, чтобы ее использовать. В комплекте с культиватором поставляются, как я говорил, уже полиутарные роторы на 370. Это непосредственно вертикальные стойки. Эти четыре горизонтальные вот идут в комплекте. Мы их не ставим, потому что они будут уже не упираться в штригельную борону и будут просто не получится конструктивно одно с другим совместить. А так штригельная борона убирается и ставятся уже пальчиковые роторы. Как это конструктивно выглядит, будет видео под низом, управляемый культиватор. И там все это наглядно можно увидеть, каким образом это цепляется. Все это достаточно легко и быстро. Можно сделать буквально часа за два работы. Да, непосредственно как происходит процесс всего этого подруливания, если, допустим, штригельной бороны у нас нету. Место оператора у нас сзади. Здесь уже кресло само, оно перемещается, оно не фиксировано, то есть не приварено. То есть вы его можно либо вперед сдвинуть, либо чуть назад. Она вот по трубам, здесь два болтика, четыре болтика откручиваем и уже настраиваем ее по месту, куда будет комфортно сидеть. Кому-то ближе непосредственно к рабочим органам, чтобы лучше их видеть, кому-то чуть подальше. То же самое и рычаги управления. Треугольник, его можно поставить либо одной стороной, либо перевернуть другой стороной, чтобы он был непосредственно посередке. То есть подальше, поближе, то самое опорная ножка, все это дело перемещается, независимо друг от друга прикручено. Это все сделано для удобства, для того, чтобы всегда можно было настроить под непосредственно себя. Подлиннее, покороче, повыше, пониже. Также седуха регулируется по углу наклона. То есть всегда ее можно, крутя ручку, сделать под спинку, чтобы было более комфортно сидеть. Каким образом можно сюда сесть? Вот так вот, примерно, дело происходит. Присаживаемся. Здесь уже, когда штригельная оборона снята, эти две трубы вертикальные также убраны, здесь уже становятся полиэтановые роторы непосредственно для обработки сорняка в самой строчке. И здесь уже оператор сидит и подруливает, чтобы меньше всего было подрезки культуры. Здесь это все болтами можно зафиксировать более жестко. Можно также и перевернуть его, чтобы, если хотите, чтобы он, допустим, рычаг был не справа, а под рукой. Хотя вот мне кажется, под рукой намного удобнее, потому что прям рука опирается на ногу, и ты уже в висячем положении рука не находится. Тоже, вроде кажется, когда работаешь 10 минут, не напряжено, когда работаешь уже 2-3 часа, то есть, как бы, все равно рука уже встает в подвешенном состоянии. Тут уже нужно по месту человек-оператор должен смотреть и попросить тракториста становиться, допустим, и давай вот так попробуем, как удобно будет. Либо вот так вот будет покомфортнее. То есть, тут по месту это уже принимаются решения, и ручки установления либо вправо, либо в левую сторону. Также по регулировке, по подключению непосредственно шлангов я подробно рассказывал и показывал в предыдущем видео по управляемому культиватору. Поэтому обязательно посмотрите, каким образом происходит регулировка потока подсоединения шлангов. Поэтому милости просим. Также у нас есть свой телеграм-канал, ссылка будет на нем в описании. Переходите туда, там будет много интересной, полезной информации, которая не всегда попадает в YouTube-канал. Там можно задать любой вопрос, оперативно на него получить ответ, быть в курсе всех событий. Поэтому обязательно подписывайтесь, ссылка будет в описании. В чем преимущество данной комбоконструкции? В том, что просто работать культиватором, по первости, или, допустим, просто штрихельной бароной, работать без рыхления земли не всегда эффективно. Когда работаем по чесноку, земля за зиму утрамбовалась и создалась таким ковром, уплотненной структурой. А когда вы уже работаете с штрихельной бароной, вы все уже штрихаете, там буквально 2-3 сантиметра земли. Глубже штрихельная барона не может залезть. А когда уже работает культиватор, он уже может залезть на более глубокую глубину, там 8-10 сантиметров. А чеснок у нас сидит как раз на глубине 8-10 сантиметров. От 6 до 10 в этом диапазоне. И благодаря этому уже можно подать воздух, взрыхлить землю, чтобы корневой системе легче было расти, более в рыхлой земле. И частично, когда взрыхлится земля, еще подрезаются сорняки, если они вдруг вместе с чесноком успели вырасти. Потому что разные сорняки бывают, они тоже по-разному сходят. И первичной такой обработкой можно сделать в рыхлении и убрать маленькие взроченные сорняки. И в чем преимущество? То есть вот работали, эту комбинацию сделали, штрихельная барона уже в дальнейшем не может работать. Когда чеснок, допустим, высокий, он же листья начинает травмировать, она не так высоко работает, потому что когда он маленький, там 10-15 сантиметров, да, штрихель работает великолепно. Когда он уже непосредственно большой, я вот буквально был в хозяйстве, во, чеснок растет. Как бы, ну вы сами понимаете, что с вот таким чесноком, штрихельной бароной, ну просто нереально работать. Она просто его, все листья может и подтравмировать, и сделать их намного меньше листовой аппарат. Поэтому в дальнейшем уже непосредственно штрихельная барона цепляется и работает с полютановыми роторами. И в чем преимущество? То, что можно купить, допустим, сначала культиватор, а потом уже в дальнейшем купить штрихельную барону, к ней подцепить, что подцепление данного устройства занимает там 20 минут. Четыре стремянки на одной стороне, четыре стремянки на другой стороне, и четыре цепи подцепить. Как бы минутное дело подцепило, агрегату уже у вас штрихельная барона в комплекте с рыхлителем уже есть в наличии. Поэтому это большой плюс для данной конструкции. То, что есть универсальность и того сделать, и того сделать, и так сделать. Да, немножко появляются работы, но это невеликая работа, когда там идет по неделе работаем, чтобы что-то переделать. Буквально переобуться занимает там считанные часы буквально. А когда уже рука набита, то возможно, либо есть гайкоберт, то скорость в разы увеличится и не составляет никакого труда в данной операции. Данный культиватор подходит для любого фермерского хозяйства, которое использует культуру, такую как капусту, чеснок, помидоры. Штрихельная барона – это дополнительное устройство, которое прилагается к… можно прицепить к культиватору и спокойненько работать по весенним исходам, чтобы уменьшить количество сорняка и отсрочить применение гербицидов либо использование пулитановых роторов, чтобы штрихельным намного быстрее, проще проходить, а в дальнейшем уже можно будет отцепить штрихельную барону и посадить оператора и уже работать непосредственно, когда растение вырастет в самой строчке, чтобы уменьшить количество сорняка на данном поле. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Евгений Медведев. У нас все по чесноку и для чеснока. Субтитры подогнал «Симон»